МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ничего не имеем, и мы в долгах. Набережный квартал в лице Сусляка просто вывел деньги, и мы все, как и все сзади меня люди, оказались просто выкинутыми и никому не нужны. Эта стройка изначально была вне закона. Землеотвод был у литовской компании «Ханбер Олимпикс», а строительные работы проводила совершенно другая компания, которая вообще не имела права продавать эти квартиры. Квартиру хотел купить мой муж мне в подарок на рождение сына. Ровно год назад. Когда раз за разом откладывалось строительство второй секции, в которой мы, кстати, и взяли квартиру, мы поняли, что уже там серьезные проблемы. Все это время градские власти закрывали глаза на фактическую продажу права аренды участка. В стороне оставалась и милиция, не обращая внимания на фиктивную предпринимательскую деятельность кооператива, созданного набережным кварталом. У нас нарушили и проект, и этажность. И ГАЗГ дал на это добро, и закрывал глаза на это полгода. Когда им нужно было, они отзывают разрешение и уходят. На этом стройка останавливается, и они начинают во всем винить либо хозяина земли, либо находят третье лицо, кто виноват. Сейчас люди обивают пороги мэрии и просят помощи. Ведь на мифическое жилье они потратили все свои сбережения. Многие брали кредиты, которые до сих пор выплачивают. К слову, застройщика прокинул не только инвесторов, но и фирму-подрядчика. Сначала набережный квартал довольно-таки, скажем так, прытко платил за все услуги, но потом началась проявляться где-то уже с июня месяца, начали появляться миллионные задолженности и так дальше. Есть задолженности по кровле, по фасаду, они все на сегодняшний момент, соответственно, фигурируют в документах. Документы набережный подписал, при этом определил свою задолженность, согласился с этой задолженностью, но, к сожалению, не выплатил. Все эти беззакония происходят с молчаливого согласия городской власти, которая на таких строительных аферах также набивает свои карманы. Иначе как объяснить полное бездействие чиновников? Действий Горсовет не предпринял. Не была составлена рабочая комиссия, не был назначен человек, который будет заниматься этим. Абсолютно ясно, что городские власти и не думают за бюджетные средства достраивать почти готовый дом, на котором висит куча долгов. И как следствие, объект может перейти поставщикам, а не покупателям квартир.